Цирк любят как дети, так и взрослые. О том, где и когда можно увидеть клоуна, дрессировщиков, акробатов, нам сегодня расскажет директор цирка «Шапитой» Юрий Михайлеску, а также Анастасия Пономаренко, дрессировщица. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что? Нам известно, что не так давно вы вернулись в гастроли. Расскажите, как они прошли? Так, Юрий, давайте вы, наверное, как директор цирка. Хорошо, ладно. Вы же знаете, дебет с кредитом, это директор. Ну да, конечно, да. Гастроли проходят достаточно сложно в этом году. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы хотим попасть абсолютно в каждый город Молдавии для того, чтобы показать настоящий цирк, а не то, что иногда там предоставляют, показывают. Вот кожзаменитель не всегда хорошо, что называется. А настоящий цирк – это зрелище достаточно редкое и достаточно серьезное. И я считаю, вот лично мое мнение, что настоящий цирк нужен абсолютно всем. Ну, во-первых, у нас можно поучиться в выдержке. У нас можно поучиться у всех абсолютно от людей и зверей, которые у нас есть, поучиться тому, чтобы дружить между собой. Не зависит от национальности и породы, что называется. У нас все работают. И ослики, и лисята, и люди. Так что получится выносливости какой-то определенной. И самое интересное, мне кажется, что это пример для всех людей, которые должны понять, что у них, у каждого человека, вот, есть свой какой-то потенциал и свои возможности. И вот, наверное, надо от нас заразиться этим потенциалом, чтобы в своей работе, в своей жизни, в своей профессии что-то сделать хорошее, что-то приятное. А в цирк, ну, в цирк приходить надо. И, знаете, надо по разным совершенным параметрам. Почему? Потому что, особенно цирк Шапито, потому что эта романтика очень определенная. Ну, кстати, вот расскажите про отличие обычного цирка, стационарного и цирка Шапито. А давайте мы сначала узнаем, как для Анастасии прошли гастроли, а потом перейдем уже. Ну, давайте. Вот мне интересно, Анастасия молчит, а вот дрессировщица, это же очень романтичная, мне кажется, такая профессия. Опасная. Это действительно и романтичная, и опасная профессия в какой-то степени. Прошли, значит, гастроли по Молдавии замечательно. Мне все понравилось, у меня даже появились поклонники. У меня появились в самой Молдавии, у меня в Латвии есть, у меня есть в России, по всему Кавказу, а уже и в Молдавии. Ну, я знаю, что один из поклонников – это хорек, который укусил на сцене во время выступления за палец. Ой, да, да. Да, теперь мы с ним лучшие друзья. Да, неразливая, да, это действительно так. Мне очень нравится работать в цирке, мне нравится, как публика принимает, мне нравится, как мои животные реагируют на публику. В общем, все прошло хорошо. Все замечательно. Юрий, с прошлого вашего пребывания в Кишиневе вы, наверное, должны готовить какие-то новые номера, которыми будете удивлять зрителей. Абсолютно вся программа новая. Расскажите. Никаких повторений нет. И начну все-таки с того, что возникать цирк Шапито должен внезапно. Вот вчера еще ничего не было, а сегодня вдруг что-то стоит, все это в огнях, все это освещается, яркие афиши, там движения. Где-то собаки гуляют, где-то ослики, где-то люди, прохожие смотрят, вчера еще ничего не было, а сегодня вот оно есть. То есть в идеале цирк Шапито должен собираться ночью. Конечно, да, мы так и делаем. За одну ночь? Да, для людей подготовленных это не очень сложно. Вообще физически люди много тратят денег, чтобы пойти в фитнес-клуб, а молодежь, которая этим занимается, делает еще, так сказать, за свою скромную зарплату. За четыре часа? Да, за четыре часа собирается Шапито, пять человек, четыре часа, это вполне реально, это нормально. У нас очень хорошая команда, у нас хороший коллектив. Коллектив подобрался, да, и программа абсолютно, еще раз говорю, новая. Это я вот как директор один и тот же, тот же Юрик, тот же Михаил Леско. Но не только как директор, еще как шпешталмейстер. Да, потрясающее слово, которое нужно выговорить. И, знаете, веду программу и на русском, и на румынском языках, чтобы любой категории публики было понятно, о чем идет речь. И с удовольствием участвую, как по основной профессии клоун, помогаю и клоунам, и поддерживаю номера, чтобы это очень интересно участвовать. Вы знаете, когда люди приходят в театр, там есть какое-то действие. А в цирк люди приходят смотреть самое главное, они приходят смотреть трюки. То есть те трюки возможностей, которые человек может, ну, из себя, так сказать, выдавить, что ли. Вот все свои способности, на что он бывает, ну, на все, что способен, человек покажет обязательно в манеже. Манеж круглый, как земля. Поэтому встречаться можно в этом манеже вот таким образом. И за все годы, что я, будем говорить о 28 сезоне на сегодняшний день, которые я в своей жизни трачу именно для Молдавии. То есть привожу программы совершенно разные. Это определенный срок. И вообще, если просто похвастаться о том, что в этом сентябре будет 41 год, как я служу искусству цирка. Это лично я. В данном случае программа весьма обширная. Начнем с того, что впервые в Молдавии будут показаны танцы на проволоке. Вы знаете, артистка очень самоотверженно к этому относится. Она действительно танцует. Это Анастасия. Да, вот только хотел сказать, что это Настя. Настя делает это с огромным удовольствием. У нас нельзя делать что-то так. У нас, если в чем-то ошибаешься, это всегда чревато какими-то последствиями. Ведь, будем так говорить, нормально здоровые люди в цирке не работают. В цирке работают люди немножечко цирканутые в этом отношении. Поэтому все, что мы делаем, это мы занимаемся этим риском для того, чтобы показать всему миру, что не только мы способны, но вы тоже способны. Поэтому танцевать, наверное, может каждый. Но на проволоке, конечно, единицы. Про то, как она танцует, это, конечно, надо смотреть. Говорить об этом. Чего говорить? Это надо восхищаться, хлопать в ладоши. И я с удовольствием ей подыгрываю в этом плане. Вот пусть она расскажет. Да, вот мне хотелось спросить, как происходит подготовка к вот этому трюку? Это же невероятный трюк. Просто танцевать на проволоке. Да, это действительно сложно, потому что действуют не только погодные условия, но еще и натяжка. То есть она насколько сильно натянута проволока? Да, она не должна быть перетянута, она не должна быть не дотянута. Если же идет вот что-то вот не так, тяжело отработать полностью идеально. Вот благодаря Юрию Николаевичу какие-то мои маленькие погрешности скрываются. То есть я так подозреваю, Юрий просто начинает натягивать проволоку. Нет, он танцует, он танцует. Тоже на проволоке? Нет, он танцует внизу. Он, ну, как правильно это выразится. Подчеркиваю детали, те, которые должны быть, скажем так. Это моя основная задача в данном трюке. Да, это все выглядит очень довольно красиво, потому что я наверху, а Юрий Николаевич, мы играем, у нас игра. Ну, это действительно нужно видеть. В общем, это все лучше один раз увидеть, чем сто раз лучше. Какие еще рисковые номера будут показаны на сцене на манеже цирка Шапитов? Будем говорить о супер-риске такого удивительного номера, как маятник. Когда-то далеко, давно-давно в Испании был придуман такой огромный круг, подвешенный на какую-то центрифугу, он крутился. И в этом круге человек выполнял свои какие-то упражнения. Потом в Америке придумали второй круг. И если кто следит за передачами о цирке по телевидению, то в цирке Дюссалей уже сделаны три круга. У нас только два. Два парня работают трюки совершенно невероятные в этом маятнике смерти. Оно по всему миру так называется. Энлимбарумэна часто сумеет, что пендулуморсий. Да, вот скажем так, чтобы вот этого не понял о том, чтобы было понятно и так, и эдак. И это не просто как белка в колесе внутри. Один из партнеров выходит на колесо сверху. И там с закрытыми глазами, то есть надевается такой мешочек на голову, чтобы было полностью закрыто. И когда все это в движении, человек еще прыгает на скакалочке. Мне кажется, это сильно лучше один раз увидеть. Это невероятно очень тяжело. Страховка там невозможна. То есть вот здесь, вы понимаете, люди рискуют своей жизнью настолько, насколько вот я за многие годы, вот есть номера, на которые смотришь каждый раз с удовольствием, как на Настю. Понимая, что это риск, но это настолько красиво, это настолько привлекает, что хочется просто туда. А туда нет. А есть номера с замиранием сердца. Вот именно. Оно не просто замирает, и это очень страшно. И каждый раз я, так сказать, ну не знаю, никогда никому не верьте, который говорит, что привык. Вот вам, как людям творческим, тоже наверняка сложно сказать, что вы привыкли. Конечно, выходя на публику любого уровня, даже телевизионную, которую нет сейчас рядом, понимаешь, что тебя видят. И, конечно, хочется не просто там как-то выглядеть, а хочется быть нужным для этого дела. Хочется, чтобы не просто пришли, посмотрели, а что-то с этим было связано такое, ну чтобы было просто здорово, вот так, необыкновенно. А кроме этого, еще есть достаточно много номеров, то есть программа вся продолжается два с лишним часа. И за это время есть что показывать. Кроме того, будем сразу говорить, огромную, огромную долю, кроме людей, здесь занимают зверюшки. Какие зверюшки будут показывать? Я вот забегая вперед, скажу то, что мне лично очень нравится. Мне лично нравится восемь огромных синдернаров. Вот те, которые смотрели фильм «Бетховен», сразу понимают, о чем идет речь. Добродушные, огромные собаки. Ну что вам сказать, они больше Насти размером, они не слушаются, понимаете? Вот это очень интересно. Некоторые говорят, а, это собаки. Это не те собаки, потому что если это собака, и ты ей не понравишься, будет сложно договориться, скажем так. С одной, а их там восемь. А их там восемь. Ну я думаю, с такой красавицей, как Настя, все согласны дружить и слушаться. Вот пусть Настя и рассказывает, что такое собаки, и кто есть еще. О собаках могу сказать только то, что они у меня нежные, ласковые. Несмотря на то, что большие. Да, несмотря на то, что большие. Эти животные удивительные, они очень умные, у них просто потрясающая память. Животные, с которыми хочется работать все время, упрямые. Прямо и до безобразия сравнивать со словом, это ничего не сказать. Кто еще есть, кроме собак? Кроме собак, кошки. У нас тоже замечательные кошки. Красавцы. Красавцы слов нет. Действительно все приходят и говорят, обычно в цирках они худые такие. Нет, у меня коты толстенькие, я люблю толстеньких животных. Носуха. Это вид енотовых. У них длинный нос, у них большой длинный полосатый хвост. Это изумительные животные, их нужно тоже видеть. Он очень ласковый. Поддается дрессировке тоже упрямый, но поддается. Потом хорек. Опять-таки хорек. Тоже милое животное. Иногда кусает за пальцы, но в основное время... Иногда, я стараюсь, чтобы никто к нему, кроме меня, не подходил. Енот. С енотом у нас вообще разговор очень короткий, только по-хорошему его зовут Еврик. Еврик, сыночек, вот тебе виноградик, вот тебе дымка, арбузик, все что хочешь. Он тоже у нас очень выполняет интересный трюк. Так как он у нас... Он приручен, но все равно это дикое животное, которое не любит, чтобы его беспокоили. У нас есть лиса. Лисенок у нас тоже замечательный. Милый, добрый, ласковый. Ну, по отношению, опять-таки, ко мне. А вот к зрителям он еще немножечко боится, камеры очень боится. Но уже есть прогресс, он уже тоже у нас работает. То есть, в принципе, вот такой вот он штат цирковых животных. Да, очень дикообразно. Да. Вы все настолько вкусно рассказываете, что хочется узнать, где и когда можно будет это увидеть со своими глазами. Конечно, весь август по субботам и воскресеньям в 3 часа и в 6 часов, когда жара спадает, самый удивительный момент, прийти и развлечься. У нас за 2 часа есть что показывать. Есть две династии у нас работают в коллективе. Одна из них молдавская династия, фамилия Веленчук. Они покажут удивительные вещи, совершенно новые, новые репетиции, новый жонгляш, новые трюки. Это то, чего никогда не было ранее, неповторимо. И еще одна династия Пономаренко, потому что Настя ведь тут не одна. С ней вместе и мама, и ее сестра, воздушная гимнастка, кстати, на этих. И с ними вместе, как все наши цирковые, мы все ездим с детьми, и вот у них дочки тоже с собой. Так что вся династия вся здесь. А Раисе можно сказать то, что это бесстрашный совершенно человек в отношении воздушной гимнастики. Она воздушная гимнастка в петлях. Есть такие тряпочные петли, большие и красивые. И вот там, осыпанная вся блестками в этом... В свете софит. Да, это все выглядит очень красиво, очень женственно. И, наверное, завидуют и девчонки, и мальчишки, понимаете, разных возрастов, понимаете, завидуют. Ну что ж, значит, еще раз. Весь август, суббота и воскресенье. В 3 и в 6 часов дня. Да, совершенно верно. Юрий, Анастасия, вам большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Мы еще раз, друзья, всех приглашаем в цирк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова